Очередная версия NV5000, на этот раз на безбуферном контроллере, первенца нового производителя SSD-контроллеров, чем и заинтересовал. Согласно сайту Tenofa Inc, образовано бывшими сотрудниками Tidal Systems, которую некоторое время до этого прибрал к рукам Micron Technology Inc. Контроллеры в таких накопителях, как Crucial P5, P5 Plus имеют такое происхождение и базируются в Калифорнии. На сайте представлено несколько контроллеров, первые и младшие из которых, TC2200, уже встречаются в появившихся весной-летом этого года SSD Kingspec XF Series и очередная версия NETOC NV5000. Вкратце, поддерживает PSY-4, 0 на 4 и 1 на 1, 4, 4 10-канальный, интерфейс флеша до 1600 мега, безбуферный с поддержкой. Коробка не пострадала, комплект включает накопитель в защитной пластиковой форме, 3 винта М2 и инструкцию, сам накопитель, на обратной стороне платы видна шелкография с буквосочетанием звездочка ТНФС звездочка, что намекает на происхождение контроллера. Этот вариант поставки без радиатора, SSD прикрыт теплораспределяющей пластиной из алюминия толщиной около половины миллиметра, покрытого декоративной этикеткой и защитной пленкой. Она приклеена к флешу, а более тонкого контроллера касается через термопрокладку. Немного дороже есть такой же с предустановленным радиатором, аналогичным поставляемому с NV7000, вроде бы он именуется NV5000 без эндквод, тендквод. Уродовать пластинку неохота, так что снимок без нее, из отзывов о ли и страшненького качества от экземпляра большей емкости, впрочем даже на нем видно, что маркировка флеша не похожа на оригинальную какого-либо из его производителей. АТЭТ, попался снимок, на котором уже можно рассмотреть маркировку флеша NTF-02 TV3 A1G9, небольшой поиск по ней приводит к такому результату, 0x9B, 0xC4, 0x28, 0x49, 0x20, 0x0, INTK3 DV3, 128-50TIL C16K 512GB, C512GB, DAI-4 PLANE DAI. Правда с результатами записи это не очень согласуется, от такого флеша можно ожидать почти вдвое большей скорости. Характеристики относительно прежних версий подправили, раньше были характерные для FISON и 16 5000 МБ, S-чтение и 2500-4400-х записи, программного определения конфигурации не будет, подходов к данному контроллеру пока нет, так что используемый флеш останется загадкой. Хотя и понятно, что это какой-то современный TLC с быстрым интерфейсом. Смарт при первом включении, отчет SmartCTL 7.3. SmartCTL 7.3-2022-02-28-R5338-I686-W64-MINGF32-W10-B19-045-64-SF7-3-1, копирайт знак авторского права 2002-22, Брюс Аллен, Кристиан Френке, www. SmartMontools.org, равно-равно-равно-старт-офф-информэйшн-секшн-равно-равно-равно-модел-намбор, нетоквм-ссд 500 гигабайтов, сериал-намбор, ТНФ-20 миллиардов-двести-двадцать один миллион-восемь тысяч пятьсот-джи-тридцать-две тысячи пятьсот-пятьдесят восемь. Firmware Version 0629479F, PsyVenda ID 0xF19, PsyVenda Subsystem ID 0x1F40, IEU Identifier 0x1000. Total Uncapacity 500-107-862-016-500 гигабайтов Unallocated Uncapacity 0. Controller ID 0. FMI Version 1. 4. Number of Namespases 1. Namespase 1 Size, Capacity, 500-107-862-016-500 гигабайтов Namespase 1. Format Toolbar Size, 512. Namespase 1 IEU-64-220 миллиардов-семьсот миллионов-двадцать три-си-один-эй-би. Local Time Is, Mon-Nove 28-22 часа 43 минуты 0-3 секунды 2022 ртзет стэ. Firmware Updates 0x2-1 слад. Optional Admin Commands 0x7, Security Format from Ferva, 550. Optional Uncommands 0x16, VR, ANGDS, NGDG SAV, Cell, Featuring. Vag Page Tributes 0x2-1, F, LG, Maximum Data Transfer Size, 64 pages. Warning Comp, Temp, Threshold 100 Celsius. Critical Comp, Temp, Threshold 110 Celsius. Supported Power States, Street Tool, P-Max Active Idle, RL, RT, VL, VT, End. LED X, LED, 0, плюс 4, 0, 0, W, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 10. 2, плюс 4, 0, 0, W, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 50, 50, 30, 1000, W, 3, 3, 3, 3, 3, 10, 1000, 5000, 4, 0, 0, 0, 50, W, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 20, 125,000. Supported LBUS sizes, NSEED 0x1 iD, Outlaw X2, ID, FTM, Data-Metatrack, npf, 0, plus 512, 00, равно-равно-равно- Start of Smart Data Section, равно-равно-равно, Smart Overall Health Self-Assessment Test Result, Best Smart Health Information, EVMA Lag 0x2, Critical Warning, 0x, Temp Labour, 26 Celsius. Available Spare, 100% Available Spare Threshold, 10% Percentage Used, 0% Data Units Read, 1 512 килобайтов Data Units Read, 0. Host Read Commands, 20. Host Read Commands, 0. Controller Busy Time, 0. Power Cycles, 4. Power On Hours, 0. Unsafe Shutdowns, 3. Media and Data Integrity Errors, 0. Error Information Lock Entries, 0. Warning Comp, Tempo Action Time, 0. Critical Comp, Tempo Action Time, 0. Tempo Action Sensor 1 час 42 минуты Celsius. Tempo Action Sensor 2 часа 26 минуты Celsius. Error Information, EVM Lock 0 на 1, 4 of 4 entries, 0. Eros Locked поддерживается размер сектора только в 512 байтов. Есть поддержка HUM, буфера в оперативной памяти ПК, используемая для служебных целей, как правило кеширования транслятора. Единственный допустимый размер 64 мегабайта, EVM SSD HUMINFO V0. 21A by Очкин Вадим. Disk Name, Physical Drive 3, SCSI Name, SCSI 3 диск, Netto KVM SSD 500 гигабайтов, VV 0629479F. Identify Info, NMSPASS S, 1. HUMPREFART Size, 65 536 килобайтов. HUMINIMUM Size, 65 536 килобайтов. Аналог Capacity, 0 мегабайтов. HUMINFO, HUM, Enabled. HUM Size, 64 000. Descriptor List Arter 0 на 0 0 0 0 0 0 0 0 1 U, F7 65 000. Entries, 1. HUMINFO есть поддержка энергосбережения на PSI, а SPM уровне 51, 1, а вот так он определяется в ROM Mode, перемычка J2 Moodle, Merak EVM SSD Controller, VVC1BC3E90, SN1, 0, Size, 1 мегабайт 0, 0 гигабайтов UBA Size, 512. Тестирование проходило в процессорном слоте платы на чипсите Z690 с процессором i3-12100 под Windows 10 22 H2 со стандартным драйвера StormM. Тесты проводились в условиях достаточного охлаждения, если не указано иное. Сначала посмотрим на запись всего объема посредством EIDA64 DiskBench. Небольшое замечание по версиям теста, сравнительно свежие версии DiskBench делают паузы в процессе обмена с диском, что иногда приводит к несоответствию времени и позволяет SSD частично высвобождать слуг кэш, что дает достаточно странные результаты. Используемая версия, 1.04.07 из комплекта 4.20, этому практически не подвержено. Чтение пустого диска, сугубо для демонстрации бессмысленности такого теста, ниже можно сравнить с полностью записанным, здесь не обошлось без аномалий, при блоке в 8000 скорость низкая, и даже ниже, чем при блоке в 64К. Запись пустого диска, запись с лкэш тильда 16 объема с небольшой ступенькой, тильда 2700-2500 мегабайтов, с, далее запись с одновременным сбросом кэша тильда 300 мегабайтов, с, далее похоже на прямую запись в TLC со скоростью тильда 430 мегабайтов, с, потребление при записи, чтение записанного диска, скорость невысокая, далекая от спецификаций, 2000 мегабайтов, с, повторная запись, пара процентов объемов субкэш, запись параллельно со сбросом кэша, далее похоже на прямую запись в TLC, Htana Pro, 96 гигабайтов, результат схож с полученным EIDA, дискбенч, Htana Pro, 320 гигабайтов, данный тест проводился без обдува. В результате проявлений троттлинга не наблюдалось, дополнительно обнаружилось интересное поведение, в какой-то момент произошло повторное переключение на запись в субкэш, заодно удалось зафиксировать чтение из него, которое оказалось заметно быстрее, чем из TLC, тильда 4 гигабайта, S. Термоснимок в конце теста, пластина нагрета достаточно равномерно, хотя в середине, где расположен контроллер, слегка теплее, поведение при копировании средствами ОС, диск последовательно заполнялся файлами по тильда 34 гигабайта, здесь же исследование особенностей субкэширования, парным выступал NV7000 первых терабайта, на который можно писать быстрее, чем NV5000 умеет читать, то есть, скорость он потенциально ограничивать не должен, копирование на, в пределах субкэша. Когда кэш закончился, копирование S, из субкэша, копирование S из TLC, пара графиков чтения, перед вторым записан еще один файл, видно, что в субкэше участок, читаемый тильда 4 гигабайта, S остается последние записанные данные, тильда 60 гигабайтов, внутреннее копирование, исходный файл в кэше, внутреннее копирование, исходный файл в TLC, каждое новое копирование позволяет принять 10-20 гигабайтов в кэш, далее идет запись с параллельным сбросом старых данных в TLC, после копирования никакой фоновой активности не наблюдается. При заполнении тильда 80 поведение меняется, после завершения копирования идет фоновый сброс всего объема субкэша, два графика, один получен сразу после копирования, второй после завершения фоновой активности минут через пять, это позволяет даже на заполненном накопителе принять некоторый объем со скоростью субкэша. Скорость произвольной записи блоком 4К и очередью в 32 тильда трех объемов, область, весь накопитель, исходно, пустой. Один график, ИОПС в среднем, второй пиковые задержки, без усреднения, отдельные операции, не надо сравнивать с распространенными в некоторых обзорах графиками, построенными на основе данных ИОМ и ТРА, где пиковые задержки демонстрируются с полусекундным усреднением, в пределах первого объема накопитель дважды повторно переходят на запись в субкэш. Скорость невысокая. Задержки достаточно равномерные. Фоновой активности после завершения теста не было. Соответственно и кратковременного восстановления скорости после паузы, тоже. Скорость чтения заполненного таким образом накопителя, это вполне нормально, бывает и хуже, ибо записанные 4К блоки приходится собирать из разных страниц объемом в 16К, так что как минимум 4-х кратный оверхит тут без вариантов, а последовательное чтение из TLC как выше демонстрировалось всего тильда 2 гигабайта, S тильда в пятеро выше, посмотрим на проявлениях, как выше было показано его поддерживаемый объем фиксирован и составляет 64 мегабайта. Для этого приведены графики зависимости скорости произвольного чтения последовательно прописанного накопителя с длинной очереди 32 в зависимости от области, в пределах которой производится чтение. Показывает, насколько хватает кеша транслятора, для чего больше частью используют встроенную или внешнюю оперативную память контроллера, или дополняющий его HUM. Второй график, растянутая по 10 начала первого. Можно отметить такие особенности данного SSD, и в первую очередь его контроллера, в одном их эффект от HUM наблюдается, во двух их падение при вылете из кеша очень сильное около шести раз, у многих накопителей встречается раза в втором-третьем, но и в трех их область, на обслуживание которой хватает встроенной памяти контроллера, 1-2 гигабайта, бывает и заметно меньше, а буферах HUM размером в 64 мегабайта, 50-100 гигабайтов. Зависимость скорости произвольной записи, 4K, KD32 от области напоминает поведение на чтение, HUM тут влияет мало в силу небольших объемов записи в рамках теста, поведение при отработке Trim при очистке всего объема диска, для замера использовано чтение по произвольным адресам без очереди в пределах всего объема. Видны четвертые стадии, чтение записанного диска, непосредственно выдачи Trim, задержки выросли до тильда 15 мс в течение тильда 0.8 секунды, некоторая фоновая деятельность тильда 4.5 секунды, задержки в втором-третьем раза выше обычных и заключительно чтение уже пустого диска. Какой-либо фоновой активности после момента, отраженного на графике, не наблюдалось. Напоследок немного стандартной синтетики. CDM-7, тестирование в пределах суккеша, максимальное потребление 4 ВТ на чтение и 3.5 ВТ на записи в суккеш, CDM-7 отключен на МХМ, отличие в пределах погрешности. CDM-7 нулевыми данными, поведение идентично, никаких оптимизаций с такими данными не наблюдается. А то с разной длинной очереди 1.4, 8, чтение, из суккеша. На полную скорость выходит только на больших размерах блока и очереди. О потреблении, в простое при отключенном энергосбережении на ПСАИ потребление 1080-1340 м вторник 2 устойчивых состояния, от чего зависит, непонятно, при включенном 51, 210-460 м вторник. Максимум наблюдается при последовательном многопоточном чтении суккеша и составляет 4.0 ВТ, записи, 3.5 ВТ. Через полсекунды засыпает, просыпается за 10 миллисекунд. На плате есть индикатор активности, красный светодиод, погашен в простое, горит во время обмена, на разъем сигнал активности выведен аналогично. В смарте есть два датчика температуры, темпача, 26 селсиес, темпача сенса 1 час 42 минуты селсиес, темпача сенса 2 часа 26 минут селсиес, основной, дублирующий его дополнительный 2, вероятно температура флеша и дополнительный 1, контроллера. Оба традиционно для неток, ограничены значением в 54-100, если температура выше 54, показывается 54. Подведем некоторые итоги, указанные спецификацией скорости не только записи, но и чтения касаются только слуг кеша, что распространено среди SSD основанных на безбуферных контроллерах с поддержкой PSI 4x4, особенно в младших объемах. Каких-то значительных аномалий в его поведении обнаружено не было, но имеет ли смысл с ним связываться для использования, а не ознакомление, не уверен. Все это относится больше к SSD на этом контроллере, нежели данной модели SSD, какой-либо стабильности конфигурации от нее ожидать не стоит. В отличие от ситуации тильда полуторалетней давности, когда был единственный FISON i16, сейчас контроллеров, способных обеспечить заявленные скорости, тильда 5 гигабайтов, S развелось уже очень много, и почти все они безбуферные. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.